Уходящий 2017 год выдался для нашей республики очень насыщенным. Во всех сферах жизни произошло немало событий, которые сделали этот год судьбоносным. Давайте вместе с вами сейчас вспомним о самом важном, интересном и необычном. В Чувашии этот год прошел под знаком матери и отца. Символично, что именно в этом году во всероссийском конкурсе «Семья года» победила многодетная семья Уткиных из Батревского района. Мы вспоминали самых дорогих людей на свете. Рассказывали о том, что родительская любовь способна творить настоящие чудеса. Обсуждали, как поддержать семьи с детьми. Перезагрузка демографической политики назвали комплекс мер, предложенных президентом страны Владимиром Путином. Кстати, уже подписан указ о выплатах за рождение первенца. Чуваша поддержала все начинания, продлив действия республиканской программы материнского капитала. Кроме того, республика позаботилась и о компенсации семьям, в которых третий ребенок родился в 2017 году. Мы говорили, что мы должны создавать одинаковые равные условия для тех семей, которые на самом деле имеют третьего и последующих детей. Это принято ответственное решение позволит, прежде всего, всем распределительным средствам учитывать, прежде всего, этих детей. И с первого ноября эти семьи получат выплаты. Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности с бюджетом в полтора миллиарда рублей. Это часть планомерной работы по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятного делового климата. Я хочу сказать, что у нас появился чемпион из регионов с учетом той тенденции, которая сформировалась в прошлом году по созданию региональных фондов. У нас до этого был Санкт-Петербург с общим объемом в миллиард. Чувашия приняла буквально несколько дней решения назад. Полтора миллиарда рублей. Фонд развития промышленности. Руководитель Минпромторга России провел в Чувашии Всероссийское совещание, посвященное развитию пищевого машиностроения. Впрочем, это далеко не единственное направление, поддерживаемое правительствами страны и субъектов. Планомерная политика импортозамещения вызвала к жизни множество интересных и значимых проектов во всех сферах. Для Чувашии это строительство тепличного комплекса, производство глифосата и другие. К примеру, завод арматуры и приводов стал первой ласточкой в индустриальном парке, открывшемся в уходящем году в Чебоксарах. Вот это вот уникальные разработки, которые сделала СКБ, но не выпустила. Их никто в России не делает. Вот этот вот привод за одну секунду способен перекрыть поток. Вот там в обычном режиме работает, регулирует вот таким клапаном. В ближайшее время в индустриальном парке заработают заводы по выпуску электротехники, высоковольтных устройств и центр плазменной резки. Свои плоды должно принести и расширение внешнеэкономических связей. В этом году в Чувашии побывали представители деловых кругов Италии, Японии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Большой интерес вызвала и презентация республики в Министерстве иностранных дел России. Представляясь зарубежным коллегам Чувашию, министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал ее как один из наиболее динамичных регионов страны. Республика энергично диверсифицирует экономику, открывает новые предприятия. Среди основных отраслей химическая, электротехническая индустрия, машиностроение, металлообработка. Важное место занимает сельское хозяйство, легкая промышленность, производство транспортных средств и оборудование. Поступательно развивается социальная сфера, в первую очередь здравоохранение и внутренний туризм. В Москве на заседании Государственного совета, посвященном повышению инвестиционной привлекательности регионов, президент России Владимир Путин назвал Чувашию в числе регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, я уже говорил об этом, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Повторю еще раз, вот я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно, это Татарстан и Чувашия, та же Тульская область, Калужская, Тюменская, Ульяновская, Краснодарский край. Важно, что в текущем году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы, Хабаровский край и Амурская область. Добавлю, что рейтинг – это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. И он уже стал хорошим стимулом для регионов. Важно выявить наиболее успешные практики по улучшению делового климата, подчеркнул президент Российской Федерации в своем выступлении. Оценку их эффективности должен давать сам бизнес. Именно такой подход заложен в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, ключевая задача которого – служить инструментом развития, способствовать распространению лучшего опыта по повышению инвестиционной привлекательности, сказал Владимир Путин. Еще один фактор инвестиционной привлекательности регионов – это их финансовая устойчивость. Инвесторы, бизнес доверяют тем регионам, которые способны выполнять свои обязательства, проводят ответственную, сбалансированную бюджетную политику, не допускают закредитованность, не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму. Напомним, в 2017 году Чуваша в национальном рейтинге состояние инвестиционного климата занимает второе место среди 85 субъектов федерации, а государственный долг республики по отношению к собственным доходам бюджета – один из самых умеренных. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, строим взаимодействие на принципах уважения и доверия, ценим выстроенные конструктивные отношения между представителями органов власти и предпринимателями. Одним из свидетельств благоприятного инвестиционного климата в регионе является успешная работа на территории республики ряда зарубежных компаний, отмечает Михаил Игнатьев. В этом году Чувашия стала одной из пилотных площадок для реализации двух федеральных проектов – формирование комфортной городской среды и безопасной и качественной дороги. Начнем с первой программы. На ее реализацию выделено 310 миллионов рублей, 260 из них – федеральные средства. Комфортная среда пришла в 9 муниципалитетов. Диалог с населением, с жителями, с горожанами он должен быть, иначе мы здесь ошибок много можем совершить, а последствия будет плачевной. Работы, которые предусмотрены по этому году, должны выполнить. И самое главное – следить за качеством выполнения их работы. Это очень важно. Проект. На этот год включили 70 дворов и 14 общественных площадок, скверов и парков. Весной прошли общественные обсуждения, в конце лета начались ремонтные работы, а в ноябре специальные комиссии устраивали приемку. Полностью покрытие асфальтовое, полностью вот этого двора. У нас теперь нет ни ям, ни ухаб и ничего. И самое главное еще – вот освещение. У нас было три столба осветительных. Нам поставили дополнительные два. Более одного миллиарда рублей потратили на то, чтобы отремонтировать асфальтовое покрытие на магистралях Чебоксарской агломерации. 95 километров нового полотна, почти 30 в Чебоксарах. Также установили новые светодиодные знаки и ограждения, расширили перекрестки и сделали новые заездные карманы. Ну в целом хорошо, потому что какие были, какие стали, во дворах просто плохие остались где-то. Но не везде успели. В принципе, хорошо поработали. То есть по пятибалльной шкале как оценку поставить? Пятерку. Очень хорошо, очень молодцы. Я заметно. А еще были ямочные ремонты, а сейчас уже прекрасные. Ну, будем говорить, прекрасные дороги. В этом году впервые применили новые стандарты контроля. Подрядчики проверяли качество укладки асфальта на каждом этапе, а уже их независимая лаборатория. Плюс активно работал общественный контроль, который оперативно выявлял все недостатки. Раз в неделю проходили публичные слушания с участием администрации, подрядчиков и общественников. Гарантийный срок каждого участка 6 лет. Если возникнут проблемы, подрядчик их будет устранять за свой счет. В будущем году программу продолжат. А вот другую масштабную программу, переселение граждан из аварийного жилья, наоборот, завершили. Именно кухню мы сделали, чтобы для себя уютно было. А так мы больше ремонт ничего не сделали. Балкон у нас истеклили, балкон так же было. Ольга Аркадьевна Приходько переехала с мужем в двухкомнатную квартиру в микрорайоне Соленоя в июле этого года. За пять месяцев уже успели обжиться. Как мы заехали сюда, и этот. Ну, больше нет, больше никуда. Как будто мы здесь все время и жили. За четыре года новые квартиры получили почти 13 тысяч жителей республики. Решать проблему аварийного жилья планируют и в будущем. Кто удивил в этом году, так это агрария республики. Лето выдалось не самым удачным. Из-за переувлажнения почвы пришлось даже объявлять режим чрезвычайной ситуации. Урожай оказался под угрозой. Селяне приняли вызов. Уборочная кампания прошла организованно. Хозяйства помогали друг другу, делились необходимой техникой. В результате собран рекордный за последние 20 лет урожай – более 650 тысяч тонн зерна. Это не единственный показатель, которым мы по праву гордимся. По производству молока на 100 гектаров республика занимает первое место в Приволжском округе. По картофелю – второе, по мясу – третье. В агропроме Чувашии реализуются 60 инвестиционных проектов. И среди них – рыбоводческое хозяйство, предприятие по переработке молока, мясных изделий. В уходящем году в республике введены в эксплуатацию несколько животноводческих комплексов. В Бурнарском, Красночитайском районе в канун Нового года новый коровник на 400 голов открылся и в селе Туруново Батаревского района. Агроферми «Исток» – это позволит увеличить производство молока еще на 2500 тонн. На строительство комплекса направили более 60 миллионов рублей. Здесь будут работать всего 12 человек. Многие процессы автоматизированы. Частота, порядок, доильный зал, доярки, молоко ведрами не таскают, все автоматизировано. Все, вы видели, какой микроклимат стоит внутри помещения. Все условия созданы. В 2017 году в Чувашии открылись еще 4 новых детских сада. В микрорайоне Садовый достроили второй корпус к детскому саду 203 «Непоседы». 340 малышей получили возможность посещать дошкольные учреждения. Архитектурный проект учреждения негласно признан одним из лучших в городе. Из республиканского бюджета было выделено на строительство 140 миллионов рублей, а из муниципального более 6. Мне здесь очень нравится, и тут красиво, и много игрушек. В преддверии дня города детский сад на 240 мест открылся и в столичном микрорайоне Ольгешево. Сказать, что он здесь был очень нужен, ничего не сказать. Открытие детского сада для жителей микрорайона – настоящее событие. Ведь многие из них были вынуждены возить детей в детские сады в другие районы. Старшего сына я возила в центр города, в Новоюжный район. Среднего сына тоже туда возила. Но, наконец-то, нам повезло. Третий ребенок у меня пойдет в этот новый садик. Садик, конечно, очень красивый, шикарный. 12 групп с евроремонтом и новыми игрушками, медицинские пищевые блоки, бассейн, зал для музыкальных и спортивных занятий, компьютерный класс. Садик построен почти за год. За ходом строительства был особый контроль. В выходящем году в республике взят курс на строительство школ. В Чебоксарах впервые за 10 лет открылась новая школа. Номер один по улице Гладкова. Самая большая и современная школа республики, где может обучаться тысяча учеников. Это не только простая образовательная школа. Это, подчеркну, многофункциональный, универсальный, инновационный центр для обучения и воспитания наших школьников. В Чебоксарах в новом году откроется кадетский корпус ПФО имени Кочетова. Строительство ЗДК тракторостроителей началось в августе текущего года. Он станет шестым в Приволжском федеральном округе. Здесь будут готовить курсантов по профилю воздушно-космических сил. Это возможность возродить лучшие традиции патриотического воспитания. У нас сейчас конкурс наших кадетских корпуса от 6 до 8 человек на место. Количество желающих ребят, оно растет с каждым годом. Потому что и запрос общества есть на такое образование, на такое воспитание. И материальная техническая база, которую мы создаем, она как бы стимулирует родителей к тому, чтобы дети учились в лучших условиях. Но абсолютным преимуществом у нас, безусловно, пользуются в первую очередь дети погибших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, дети из малоимущих семей, дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы исходим из того, что все-таки наши кадетские корпуса – это полное государственное обеспечение. И, конечно, при прочих равных государство прежде всего должно позаботиться о тех детях, у которых таких возможностей для получения такого образования. Их значительно меньше. Патриотическому воспитанию в Чувашии уделяется особое внимание. Команда нашей республики стала победителем Зорницы по Волжье 2017 и получила переходящее знамя. Юноармейская военно-спортивная игра проходила в Оренбургской области. Наши ребята доказали, что они лучшие среди сильнейших спортсменов по Волжье. Масштабным событием уходящего года стал 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов Сочи. 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира стали его участниками. Чувашскую республику на фестивале представили 125 молодых делегатов и 60 волонтеров. Журналисты национального телевидения «Чувашии» были в самой гуще событий. Четыре, три, два, один! Находимся на автодроме Сочи. Здесь проходили гонки Формулы-1. Эта трасса видела бешеные скорости, но сегодня это не главное. Символические 2017 метров и 4 километра бегут участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи. Скажите, откуда вы? Мы из города Чебоксара представляем Чувашскую республику на фестивале. Как вы решились на забег? Ой, мы даже не решались. Мы как-то не узнали, сразу же первые зарегистрировались и уже готовы почти у старта. Ждем. Ура, удачи! Бежим! 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 Здесь все условия будут для обслуживания. И задача наша продлить ваши долголетие, дорогие ветераны. Вложили почти 7 миллионов рублей. С одной стороны, это небольшие средства, но с другой стороны, это, можно сказать, самый лучший объект здравоохранения, который мы строим в виде ФАПа, фельдшерско-акушерский бункт, в населенных пунктах. В республике поэтапно продолжают расширять систему качественной медпомощи. В этом году были открыты две новые поликлиники в микрорайоне Новый город, генетическая лаборатория, в онкодиспансере, а в Канаше заработал центр гемодиализом. Мы сегодня говорим о том, что обеспечиваем шаговую доступность оказания медицинской помощью, сохранением качества оказания. Через день они должны приходить, проходить эту процедуру, то есть мы продлеваем жизнь для наших пациентов, готовим пересадки органов. Начался и капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы. Более 26 миллионов было выделено из резервного фонда президента России. Поликлиника была введена в эксплуатацию в 1987 году и с тех пор капитальных ремонтов этой поликлиники не производилось. И естественно за это время появились потребности в замене большинства коммуникаций. В сфере медицины проводится эффективная и кадровая политика. Только благодаря программе «Земский доктор» на селе было трудоустроено более 50 молодых специалистов. Задача на следующий год развития телемедицины и онлайн документа оборота. Уже в январе в Республике начнут выписывать электронные больничные. В выходящем году чувашские артисты выступили на сцене театра «Содружество аксоров Таганки» уже в четвертый раз. Не каждый день можно посмотреть постановку на чувашском языке. Билеты разбирают быстро. Вся Москва только об этом и говорит. Тысяча смс-ок, тысяча посланий, тысяча сообщений. Москвичи просто безумно благодарны актерам, благодарны всем в Чувашской Республике, что сегодня идут большие гастроли у нас в Москве. Большие гастроли приурочили к вековому юбилею театра. Его отметят в январе будущего года. А в этом свой предвековой юбилей отпраздновал русский драматический театр. В прошлом сезоне он похорошел внешне, пережив ремонт, и пополнил репертуар пятью новыми спектаклями. Вековой юбилей в этом году отметила и общественно-политическая газета Республики «Советская Чуваша». За 10 десятилетий на страницах издания отразилась вся история Республики. И сегодня газета продолжает жить делами и заботами жителей Чуваши, охватывая все актуальные темы. Уходящий год отмечен сразу двумя кинофорумами. Десятым международным фестивалем кино малых народов и третьим всечувашским кинофестивалем «Осам». На Международном оперном фестивале этого года жители и гости нашей Республики пять дней наслаждались именитыми вокалистами. Италия, Румыния, Греция, Канада и Китай. Солисты известных музыкальных театров из разных стран мира радовали любителей оперы все дни фестиваля. Нисколько не уступали в мастерстве и наши исполнители. Кстати, не только взрослые вокалисты Чувашской Республики пользуются популярностью. Уже три раза детский хор «Соловушки» выступал в Кремлевском дворце. «Быть солистом такого огромного хора – это очень большая ответственность. Чувствуешь, как весь хор следует за тобой, например, когда ты поешь песню». Дом дружбы народов – новый объект на нашей культурной карте. Такой подарок получила Ассамблея народов Чуваши к первой годовщине своего создания. Русские, марийцы, татары, армяне, азербайджанцы. В республике в мире и согласии живут представители 120 национальностей. Огромное внимание в этом году уделили и ремонту домов культуры. С 2017 года партия «Единая Россия» реализует проект «Местный дом культуры». В Чувашской Республике на ремонт и обновление сельских клубов выделили около 40 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Преобразились здания Турмышского, Мажарского, Поваркосинского домов культуры. Появился новый клуб в деревне Долгий остров и селах Чутеева, Малые Кибечи, Шаркистры. Ровно год строили, завершили. Таким быстрым темпом мы получили совсем новый дом культуры. На этот дом культуры у нас ушло 27 миллионов 39 тысяч. В доме культуры имеется кружковый зал, библиотека, санузел есть. Рядом с домом культуры имеется спортивная площадка с оборудованиями. Всего в этом году в Чувашии появилось 4 новых дома культуры. За последние 5 лет в 122 зданиях сделали капитальный ремонт, 113 модернизировали. В 2018 году работа по модернизации строительства домов культуры в республике продолжится. В январе столица республики приняла участников масштабного форума «Дни самбо» в Приволжском федеральном округе. В его рамках прошли круглые столы и семинары. Поздравить спортсменов в Чувашию приехали заместитель секретаря Совета безопасности и президент Всероссийской Федерации самбо. Здесь мы видим развитие, здесь мы видим потенциал и здесь мы хотим собрать и собрали весь федеральный округ Приволжки для того, чтобы обменяться опытом. А где хорошая базовая площадка? Конечно здесь. Сейчас надо ставить на задачу не шансы иметь, а наверное теперь иметь ежегодно члена сборной России в нашей команде. Вот эти возможности у вас все есть. Весь год мы принимали сильнейших представителей различных видов спорта. По территории Чувашии прошел маршрут ралли «Шелковый путь». Чебоксары стали ареной, где мерились силами участники различных спартакиад. В ноябре Ледовый дворец Чебоксары-арена на несколько дней превратился в баскет-холл. Пятый и шестой туры чемпионата России по баскетболу в Суперлиге «Б» прошли именно там. Команда «Чебоксарские ястребы» принимала Екатеринбургскую команду «Уралмаш». Впервые игра прошла на новой площадке. В мире принято стелить такие сборно-разборные паркеты, которые удобны для проведения любых соревнований. И для этого не требуется строить какой-то большой спортивный комплекс, а нужно использовать возможности спортивного комплекса. В частности, Ледового дворца. Мы не останавливаемся на проведении баскетбольных игр. В декабре месяце мы собираемся провести еще и чемпионат России по рейтболу. В финале года состоялись сразу два масштабных первенства. Кубок мира по женской вольной борьбе и Кубок России по вольной борьбе на призе главы Чувашия. Перед первенством многие команды провели в республике тренировочные сборы. Комплекс всех услуг позволяет организаторам рассматривать Чебоксары как центр развития женской борьбы страны. Мы рассматриваем именно Чувашию, Чебоксары как центр развития женской борьбы в Российской Федерации. И здесь созданы все условия для этого. Прекрасные залы. Отрадно отметить, что многие команды, мировые лидеры женской борьбы, они здесь проходили сбор. Сейчас, буквально накануне Кубка мира. Не случайно здесь присутствуют все ведущие державы мировой борьбы. Это, первую очередь, японцы. Это неподражаемая команда. По-настоящему, как бы это не прискорбно для нас не звучало. Но и мы это, в общем-то, не без уважения говорим об этом, что это сильнейшая команда в мире, в составе которой на сегодняшний день четырехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Это, в общем-то, наследие уже, скажем так, исторической мировой борьбы. Американцы здесь присутствуют, невзирая на непростую погоду. Они приехали не в Москву, не в Санкт-Петербург. Такой знакомый, уже понятный для всех, даже с политической логистики. И приехали в Чувашии. И увидели этот уютный, светлый, по-настоящему добрый город. И очень предоспорожен к развитию физической культуры, спорта, большого спорта. Подписанный президентом России указ о годе экологии дал толчок в решении насущных проблем окружающей среды. В республике эту работу проводят давно и успешно. Чувашия находится в десятке регионов-лидеров с самой благоприятной экологической обстановкой. В этом году зеленый свет дали рекультивации пехтулинской свалки. В ближайшие годы предстоит ликвидировать отходы, которые копились здесь в течение 50 лет. Работа находится на особом контроле руководства республики и проходит под пристальным вниманием федеральных властей. Сейчас продолжается формирование тела свалки, уложен геотекстиль и частичный слой щебня. Свалка, которую мы сегодня посмотрели, в рамках мониторинга. Работы ведутся по графику в полном объеме. Мы надеемся, что в следующем году мы успешно завершим этот проект. И хотел бы сказать, что на следующий год у нас уже тоже есть. Не буду пока рекламировать, потому что это планы. Но есть еще несколько объектов в вашей республике, которые, я тоже надеюсь, получат свое, так сказать, в завершении успешное. В этом году в Чувашии начала развиваться система особо охраняемых территорий. А в Заволжье был создан природный заказник. На левом берегу Волги продолжают восстанавливать горельники. На их территории уже посажены десятки тысяч деревьев. В республике увеличивается и количество участников экологических акций. Среди них немало молодежи. Многие жители сами начинают сажать деревья. Так Валерий Петров, энтузиаст своего дела, решил подарить столице Чувашии кедровую рощу. Во всех уголках Чебоксар высаживает саженцы сибирского кедра. Экологические проекты стали важной составляющей и на крупных предприятиях. Солидные инвестиции на защиту природы обязались направить и в Новочебоксарском химпроме. План приоритетный. К его реализации подключатся и власти республики, и федеральные ведомства. Соглашение взаимодействия подписали в Москве на полях международного форума «Экотех» под занавес года экологии. Поздравляем участников с подписанием соглашения. К слову, проекты по современной утилизации твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и создание комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Завражное» в Чебоксарах признаны лучшими инвестиционными практиками в стране. Эстафету «Года экологии» принимает 2018-й, объявленный в России годом добровольца. Каким он будет? Что ждет нас в ближайшие 365 дней? Как говорится, поживем-увидим. Но каждый из нас и все мы вместе верим, что все будет хорошо. Во всяком случае, наступающий год желтой собаки – символ этого года, обещает нам удачу, успех и любовь. О подробности у Юлии Важениной. Они живут с нами бок о бок уже более 30 тысяч лет. Мы заботимся о них, они любят и радуют нас. А еще они – символ наступающего года. Как вы догадались, я говорю о собаках. Познакомиться поближе с хозяевами 2018-го года мы пришли сюда. Ой, питомник Хаски. Она меня уронила. За время общения с этими собачками мы поняли – они как дети. Дружелюбные, ласковые и не могут стоять на месте. Кстати, Марс и Манюня на самом деле пока маленькие. Им всего по 7 месяцев. Глаза разные, какой ты красивый. А этого рыжего красавца назвали в честь бога счастья, веселья и достатка – хатей. Он приехал в столицу Чувашии из Литвы. Первое время пёс понимал только команды на привычном ему языке – литовском. Но сейчас освоился. В питомнике живет и настоящий актер – катерпиллер. Сокращенно его называют кат, а ласково – котенок. Он знает и выполняет много различных команд. Кто ты такой? Давай, молодец. Здесь у каждой собаки свой характер и каждой нужно найти подход. Например, Майя любит вот этот тренажер. Его скорость – 30 км в час. Для человека это много, а вот для мохнатых спортсменов – маловато. Так что Майя практически идет пешком. А тренируется Майя для того, чтобы катать сани. Он, как и любая ездовая собака, просто обожает бегать. Есть разведение спортивное. Они более привычны, так скажем, к суровым условиям. Но у нас собаки шоу, и с ними чуть тяжелее. Но эстетика и внешний вид у них, конечно, гораздо красивее, интереснее. Безумно любим собак. Наша семья. Я не представляю, что бы я без собак делал, чем бы занимался сейчас. Это наша жизнь. Собака – осторожное, умное и консервативное животное. Она не любит яркости и кричащих цветов. Поэтому в новом году не должно быть вычурности и петушиной крикливости. Значит, придется обойтись без страз, блесток и декольте до пояса. Все должно быть предельно лаконично и удобно. Лучше всего подойдут наряды естественных цветов. Еще лучше остановить выбор на желтом или коричневом. Кстати, в оформлении помещений также приветствуются желтые, коричневые, зеленые или золотые тона. Но помните, собаки не водят дружбу с кошками. Поэтому никаких леопардовых расцветок и меховых жилеток. Будьте практичны в этот год. И точно тогда к вам придет благосостояние, наладятся все взаимоотношения. Собака, конечно, любит косточки. Они могут быть из чего угодно. То есть мясные блюда показаны. Но помимо всего прочего, пусть эта еда включает в себя и молоко. Некоторые собаки пьют молоко. Спиртного поменьше, потому что собаки точно от этого хорошо не бывает. Как известно, собака верный и преданный друг человека. Поэтому простит многие оплошности. И, возможно, именно она подарит людям спокойный год. А отмечать праздник все же стоит в компании только самых близких. Конечно, можно верить или не верить в приметы. Но все-таки лучше задобрить символ Нового года. Лишним это точно не будет. Вкусно? Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Александр Петров. Республика.